Спасибо. 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 Большинство тех, кто сейчас уже присоединился, проголосовали, поэтому мы завершим голосование и перейдем уже непосредственно к демонстрации экрана. Так, если кому-то не слышно, то вам, вероятно, нужно проверить настройки своего компьютера, потому что есть коллеги, которые пишут, что все в порядке. А изображение в ближайшее время появится, мы откроем вопрос и демонстрацию экрана. Так, техническая у нас небольшая заминка. Коллеги, пожалуйста, видите ли вы экран, напишите, мы постараемся сейчас понять, удалось ли нам изображение вывести экран. Напишите, пожалуйста, сейчас. Экран видно, все слышно. Прекрасно. То есть вы видите сейчас, который предназначен для управления лицами, я введу его адрес, адрес сайта licensebrose.ru. Когда вы будете первой по этому адресу, предоставлена возможность пройти авторизацию. Это процедура необходима для того, чтобы получить доступ к вашему персональному аккаунту, к вашей учетной записи. Это сделано для удобства опознавания всех пользователей, которые пользуются нашими продуктами. И эта процедура, в принципе, не сложная. Она сейчас выдает множество, о которых я расскажу позднее. Вот вы сейчас видите на экране это окошко регистрации издательства «Просвещение». Эта регистрация, этот аккаунт, они общие для всех сервисов издательства и для тех, которые будут появляться в дальнейшем. И, например, если кто-то сталкивался для скачивания электронных приложений на нашем сайте, в разделе «Кто же требуется зарегистрироваться» таким же образом, здесь вы вводите либо свой аккаунт, имеющийся, если вы уже ранее регистрировались, либо вы можете зарегистрироваться, когда это вы не делали, вводите адрес, вам на почту приходит письмо, где вы подтверждаете его и придумываете себе пароль. Второй вариант – это войти через, вот я сейчас показываю, войти через имеющиеся у вас аккаунты социальных сетей, либо почты. Это я, если будет возможность, тоже вам показываю. А пока мы попробуем войти на сайт license-prose.ru с помощью существующей учетной запись. Вот я сейчас введу данные. В принципе, в этой процедуре ничего сложного нет, и я по опыту знаю, что некоторые пользователи сталкиваются с различными проблемами, но в целом здесь ввести логин и пароль и запомнить этот аккаунт. В принципе, он дает вам доступ к, например, вот этому сайту с любого. Поэтому эта процедура необходима, она дает возможность легко получить доступ к различной информации. Собственно, вот перед вашими глазами на экране сайт license.ru. Он работает в режиме бета, о чем вот здесь указано. Это означает, что он дорабатывается, мы его постоянно улучшаем, находим какие-то ошибки. Буквально каждый день у нас какие-то обновления происходят, и поэтому я прошу с пониманием относиться тех, кому в ближайшее время, может быть, наших зрителей доведется использовать этот сайт, учитывая типа, пожелания наших пользователей, поэтому какие-то возможные проблемы, они, к сожалению, неизбежны, но мы стараемся оперативно их решать. Вот. Собственно, здесь есть некоторые вкладки, которые позволяют прежде всего создавать комплект электронных учебников и создавать пользователей. И сейчас мы вошли под, скажем так, ролью библиотекаря. То есть этот личный кабинет сейчас предназначен для библиотекаря, который в школе получил доступ от издательства или от наших партнеров. А что библиотекарю, собственно говоря, нужно будет делать, когда он зарегистрируется, авторизуется вот так, как я только что показал, что ему нужно будет делать дальше? Ему необходимо будет ввести полученный от издательства код, то есть это 18-значный код, следовательность символов, которая предоставляет доступ к электронным учебникам и к ролью библиотекаря. Для этого необходимо на вкладке «Профи» нажать на кнопку «Активировать образ» и вводим в окне ввести полученный код. То есть если среди наших зрителей есть те, кто в ближайшее время будет связан с этими электронными учебниками, образовательная организация приобретет электронные учебники, то на адрес, электронный адрес школы поступит письмо, где будет указан код, и именно в разделе «Профиль» под кнопку «Активировать образ» необходимо ввести вот этот код. Это даст возможность получить статус библиотекаря и набор электронных учебников, который будет виден в разделе «Комплекты». Затем библиотекарю, как это было и раньше, необходимо передать доступ пользователям, уже не по сравнению с ученикам, учителям. Что ему для этого надо будет делать? Для этого ему необходимо будет нажать на кнопку «Создать», после чего его переведет на специальную страницу для создания, окно «Создание комплекта». В принципе, мы здесь постарались упростить максимально интерфейс этой страницы, чтобы ничего лишнего не требовалось от библиотекарей. Далее необходимо ввести название комплекта. Это может быть, например, фамилия ученика, фамилия учителя, то есть какая-то информация, которая позволит вам в дальнейшем этот комплект не управлять вот этими электронными учебниками. Мы, например, введем фамилию там условную и даем срок действия. Может быть, кто-то знает, может быть, нет, но в настоящее время условия использования, точнее, условия приобретения электронных учебников изменились, и теперь их можно приобрести на один, два, три, четыре. Собственно, если, опять же, это распространяется на юридических лиц, и если в школе есть заинтересованные в этом, то они могут обратиться, например, в издательство и запросить приобретение учебников не на один, а на пять лет, что будет более выгодно по цене. То есть цена там не увеличивается пропорционально сроку действия, а она гораздо ниже, например, за пять лет одна лицензия будет стоить 181 рубль, а за один год 85. То есть чуть более чем в два раза больше, а срок действия будет в пять раз больше. Соответственно, это может выглядеть, ну, например, не на пять лет, но на два-три года, если эти учебники, опять же, на несколько классов. То есть там уже можно думать о том, как это будет более интересно для школы. Соответственно, эта опция здесь возможна, если лицензии доступны на пять лет, можно выбрать пять лет. Если на один год, соответственно, нужно выбрать один год, как бы это уже такой привычный вариант, может быть, многие, опять же, наши зрители сталкивались с вот этой вот лицензией на один календарный год. Дальше выбирается список электронных учебников, которые в конкретном комплекте, напомню, мы создаем комплект для пользователя, они будут выбраны, электронные учебники, и это можно сделать двумя способами. Во-первых, можно выбрать вручную, нажать на соответствующую кнопку, после чего будет окошко вот такого вида, где будут все доступные пользователи учебники. Соответственно, в данном случае их просто нет, но они будут, и, соответственно, из них можно будет выбрать галочками, или с помощью фильтра вписать фамилию, код номенклатуры, фамилию автора, название учебника, и так же все отмитруется, и, соответственно, у вас будет возможность вывести эти учебники. Второй вариант – это выбор, точнее, создание по шаблону. Вот здесь есть два режима, это вручную и по шаблону. То есть вручную необходимо выбирать какие-то учебники, вводить их названия. По шаблону это делается в упрощенном виде, если большой комплект, можно создать файл в программе Excel, где в первом столбце будут коды номенклатуры учебников, во втором столбце учебников. После этого этот файл выбирается в файле, то есть вы находите его место, расположаете, нажимаете на кнопку «Загрузить», и в окошке лицензии комплекта выстраивается последовательность, где будут уже учебники, и их количество выставлено сразу. Таким образом, это очень упрощает задачу, если большие какие-то комплекты создаются. Вот. И сейчас я попробую вам дожистрировать некоторую часть вот этой последовательности на реальном примере. Вот. Но хотел бы еще также обратить ваше внимание на то, что когда речь идет о получении доступа к библиотекарям, школам, помните, я говорил о том, что необходимо активизировать, то есть нажать на эту кнопку и ввести код. Это происходит в случае, когда впервые школа пользуется учебниками. На этом сайте license.ru использование осуществлялось, и закупка электронных учебников происходит второй раз, то активировать нужно уже не образ, а комплект. И, собственно, сейчас я попробую это продемонстрировать. вот в данном случае код вводится того же вида, то есть это 18-значный код, который дает доступ. Вот я сейчас его поставлю ввести, и у нас будет доступ к электронному учебнику. так вот активация данного кода, и у нас появился комплект. Ну, собственно, комплект в данном случае, но это в реальных условиях, может быть, сколько угодно учебников. Вот, то есть повторюсь, что я в разделе комплекта ввел код, и учебник к данному аккаунту, к данному личному кабинету присоединился. Попробуем то же самое, что я уже показывал, повторить, только уже с реальным имеющимся учебником, чтобы было нагляднее. Вот мы ввели название, дальше выбрали срок действия, выбираем лицензию вручную, вот одна лицензия астрономии, мы ставим галочку, нажимаем на кнопку выбрать, устанавливаем количество, нам нужна одна такая астрономия, вот, и нажимаем на кнопку создать. Появляется окошко, которое показывает код, опять же код, все на кодах, но нужно понимать, что, в принципе, это не так сложно, по большому счету, некоторые коды вводятся только, точнее, все коды вводятся только один единственный раз, просто у них есть некоторые разные назначения, школа получает код для доступа к учебникам на сайте licensepros.ru, а дальше уже она создает коды, и она создает код, для электронных учебников в приложении. Вот, собственно, мы сейчас к этому подошли, я перемещусь в приложение, учебники просвещения, вы увидите сейчас в экране, и здесь также нужна авторизация, но если в случае с школой авторизацию проходит, условно, библиотекарь, или администратор, системный, например, инженер, то в данном случае авторизацию необходимо проходить каждому конкретному пользователю, это будет ученик или учитель. Они могут и должны делать это со своими данными. Почему? Потому что это даст им возможность получить доступ к электроникам на, возможно, нескольких устройствах. То есть сейчас эта политика окончательно не утверждена, но нам очень хотелось бы, чтобы пользователи электронных учебников могли получить доступ к ЭКОМ на двух устройствах, например, или на трех, приобретая одну лицензию, потому что это просто удобно, это необходимо, чтобы учитель мог получить доступ и дома, и в школе, и ему не надо было для этого платить два раза, но необходимо здесь вопрос непростой, скажем так, технически это реализовать можно, но вот сейчас я не могу говорить о том, что это уже однозначно так. Тем не менее, аккаунт это важно и по этой причине, и по другим, в частности, существует перспектива развития, которая позволит получать некоторые преимущества, в частности, финализировать работу с электронным учебником, с тестированиями, которые есть в электронном учебнике. То есть, например, учитель сможет получить результаты тестирования своих учеников, которые будут в приложении работать. Я думаю, что это неплохая возможность для учителей, но вот без таких аккаунтов, без личных персональных данных это просто невозможно сделать. Поэтому сейчас и прошлого года необходимо с осени вводить, ну а в дальнейшем это будет развиваться далее. То есть, я попробую показать, как авторизоваться через сторонний сервис, то есть, вот идти через, мы выбираем Яндекс, например. Это абсолютно принципиально, или у вас имеющийся аккаунт, вы можете использовать. И я введу данные для входа. Обращаю внимание, что пароль необходимо вводить не какой-то там общенный код, а именно тот, который относится к этому аккаунту Яндекса, Mail.ru, все что угодно. После входа предлагается принять лицензионное соглашение и затем пользователь попадает в приложение непосредственно. Сразу введем тот код, который мы создали на сайте license-pros.ru, а потом я немного расскажу, а перейдем к этой части. Вот. В разделе витрина есть такая кнопка «Активировать код», мы ее нажимаем, далее копируем тот код, который мы сделали на сайте, представляем теперь, что мы, например, вводим этот код, нажимаем на кнопку «Активировать», видим сообщение, что код активирован, и в моих учебниках у нас появляется учебник «Астрономия», тот самый, который я только что добавил. То есть, повторю, что последовательно следующее, школа получит код для доступа к электронным учебникам в издательстве и у наших партнеров. Это первый шаг. Второй шаг. Школа авторизуется в личном кабинете license-pros.ru, затем она вводит код для активации своей роли библиотекаря, далее автоматически же при первом входе присваиваются и учебники, если это повторная покупка, то нужно ввести код в разделе «Комплекты» для учебники на уже существующий личный кабинет. Затем в разделе же «Комплекты» создаются электронных учебников для учеников, учителей, и эти коды в дальнейшем передают ученикам, которые также авторизуются под своими личными данными, входят в приложение, вводят код и получают доступ к электронному учебнику. Это касается и учеников, и учителей, и каких еще угодно пользователей. Затем можно учебник скачать, то есть, в принципе, никаких изменений ни по интерфейсу, ни по чему-либо другому нет. Он какое-то время скачивается, опять же, зависит от вашего устройства, от скорости интернета, и вот популярная такая ошибка, по крайней мере, в последнее время зачастую она возникает, учебник, из-за чего к нему нет доступа, он не открывается, он не обновляется и так далее. Обращаю внимание, что зависит это от скорости интернета, она должна быть стабильной, потому что учебники бывают достаточно высокого, высокий вес имеют, занимают какое-то место, особенно, если это планшеты, если это компьютеры, ноутбуки, которые работают при подключении к интернету, вай-фай, соответственно, там могут возникнуть какие-то проблемы, но нужно просто повторно начать, например, и в большинстве случаев это решит проблему. Кроме того, хотелось бы сказать о том, что иногда пользователи боятся удалять учебы, которые у них уже есть в приложении, я вот заметил, что опыт использования в том самом голосовании, которое было вначале, имеющиеся, отметили достаточно много людей, там, по-моему, более третий из наших присутствовали, включились к вебинару. Соответственно, для этих пользователей хотел бы сказать, чтобы они не боялись удалять учебник, если вдруг что-то не так, если вы его приобрели, если он у вас есть в приложении, он у вас не пропадет до конца действия лицензии, то есть он удаляться и скачивается в неограниченное количество раз. Поэтому не переживайте, пробуйте загружать по-новому, если вдруг что-то, все обязательно получится. Вот, узелся учебник, но я хотел бы, в принципе, на канал не останавливаться, а показать те изменения, которые происходят в приложении. А изменения эти заключаются в том, что появился в первую очередь раздел «3». Он позволяет осуществлять встроенные покупки в приложении версии. То есть приложение у нас сейчас для Windows 7, но в целом это и Windows 10, и iOS, и Android. Это жение работает на всех популярных платформах. Вот, вы видите на своем экране вот раздел «Витрина», как он сейчас, но он изменяется, и пока у нас есть продажи учебники трех издательств. Это, собственно, издательство «Просвещение», это издательство «Бином. Лаборатория знаний» и «Ассоциация 21 века». Учебники всех издательств доступны для покупки. Вы можете войти в витрину, нажав на соответствующее поле того или иного издательства, и увидеть, что доступны. Собственно, у издательств здесь доступны как учебники, которые входят в федеральный перечень учебников, так электронные формы учебных пособий, которые у нас появляются достаточно регулярно. Это продолжается уже с 2017 года, продолжается и сейчас. Можно найти там и не так давно появившееся общество знаний, если не ошибаюсь, электронные формы учебного пособия и русский язык, литература, линия сферы и так далее. То есть здесь, если не ошибаюсь, около 20 винований учебников, соответственно, каждый сможет найти для себя то, что ему нужно, а найти несложно. Здесь есть возможность по названию, по предмету ввести, например, русский язык и мы ввести все учебники по языку. Либо можно ввести фамилию, не знаю, стоит ли делать кому-то рекламу, но давайте, допустим, введем, и увидим, что учебники того или иного автора, они в принципе фильтруются и без проблем вы сможете все что угодно найти. Вот, раздел битрина, помещаем учебник в корзину для покупки, переходим в соответствующий раздел и дальше уже оплачиваем, это можно сделать картой, затем после оплаты вам на вашей литературе придет чек с подтверждением оплаты, а затем в самом приложении вам надо будет нажать «Получить линию», нужно ходить, не надо ничего вводить прямо в приложении, никакой сложности это не представляет, нажимаете «Окну» «Получить лицензии». И обращаю внимание, что те, например, пользователи, которые получили электронные учебники в школе или каких-то других, они также могут покупать учебники самостоятельно, они могут получать эти учебники опять от школы, вводить коды, то есть все это, вся эта информация скапливается на вашем аккаунте и она объединяется и сохраняется. И это вот как раз то, о чем я и говорил, почему вход с собственным аккаунтом очень важен, потому что это дает возможность хранить всю информацию, вы не сможете ни в любое другое устройство потом войти под этим же аккаунтом, а у вас все учебники уже доступны для скачивания. То есть опять повторно коды в один из сделать один раз и учебники хранятся у вас. Поэтому собственно всем рекомендую скачать приложение учебничения, вы можете либо на нашем сайте найти ссылки в разделе электронное учебное. Вы можете войти сейчас в раздел файлы. У нас там есть инструкции, которые сейчас будут разрешены для скачивания. Инструкция библиотекаря там есть в том числе. Она правда инструкция администратора. Вот тут мы немножко деледели и может быть возникнет путаница, но ранее у нас библиотекаря назывались администраторами. Собственно это те люди, которые работали, которые занимаются управлением на сайте электронных учебников. Есть дистрибьютор, если вдруг кто-то из наших партнеров к нам присоединился, в принципе тоже рекомендуем вам их скачать. И инструкция для работы вложений, давайте я попробую разрешить скачивание, не уверен, что у нас получится. Инструкцию вы также можете видеть сейчас. Секунду, пожалуйста. Из-за того, что у нас достаточно много сегодня зрителей, у нас возникают некоторые задержки в работе сайта, поэтому я приношу извинения за паузу, но сейчас мы постараемся это все урегулировать и вернуть экран, демонстрацию экрана, чтобы вы это видели. так, так, еще раз приношу извинения за задержку, сейчас попробуем продемонстрировать экран, вот, а я пока повторюсь еще раз о том, что вы можете скачать эти инструкции, они доступны в разделе файлы, в верхней части экрана есть соответствующий значок в виде документа с заднутым уголком, вот, там, я, собственно, о чем хотел вам сказать, в инструкции для пользователей приложения есть все ссылки для его скачивания, то есть, если кому-то нужно скачать, можете этот документ сохранить себе и приложение скачать, и, собственно, версия для Windows 7, версия для Windows 8, для iOS и Android, все там даны, собственно говоря, скачивайте, пробуйте, и я думаю, что те, кто еще не пробовал, возможно, тоже смогут для себя что-то полезное узнать в работе с электронными учебниками, тем не менее, что это можно сделать даже не покупая учебник, потому что у нас есть еще в разделе витрина и раздел демо-версии. Демо-версии бесплатно предоставляют доступ к электронным учебникам на один месяц, сразу говорю, что полных учебников там не найти, то есть этот учебник, он непосредственно для того, чтобы ознакомиться с интерфейсом приложения, давайте вот попробуем добавить в корзину один учебник, нажать на кнопку «Получить лицензии», и он у нас появится в разделе «Мои учебники». Вот. Мы его быстренько загрузим, потому что весит он немного, и там сможем ознакомиться с возможностями электронного учебника. Надеюсь, что все наши зрители про электронный учебник слышали, но тем не менее, может быть, кому-то это тоже будет полезно. Я вкратце просто покажу, что вот видите, демо-учебник, он всего лишь два параграфа имеет, и в принципе это достаточно, чтобы понять, что он из себя представляет, а он представляет из себя краткое содержание параграфа, дополнительные материалы, которые содержатся здесь же в окошке галерею изображений с иллюстрациями, которые можно использовать, например, в случае использования интерактивной доски, в случае использования проектора, например, то есть, это тоже некоторая возможность. Потом есть цифровая копия или чатного учебника, которая, собственно, является полной копией обычной книги, которую единственное, что не нужно носить в тяжеленном портфеле, а достаточно вот просто заключать в планшет. И, кроме того, есть такая возможность, как контроль и тренажер, то есть, это те самые тесты о перспективах развития, о которых я говорил. Здесь даются вопросы в зависимости от учебника, параграфа, это могут быть разные вопросы, разные возможности. Но вот в таком виде это все выглядит. И вот, видите, я ответил неправильно, но, по крайней мере, в режиме тренажер мне показали, что у меня ответы неправильные. В режиме контроль ученик может получить оценку, то есть, там не будет показано, что он ответил неправильно, ну, то есть, тут логика соблюдена, что тренажер для того, чтобы потренироваться, контроль для того, чтобы уже проконтролировать знания. Вот. Таким образом выглядит электронный учебник. Помимо того, что я показал, есть возможности закладки заметки, отправить можно некоторый текст в заметки, чтобы потом с ним поработать, найти определение, это уже, скажем так, компетенции учителя, как можно использовать эти инструменты, но мы думаем, что заметки, которые, собственно, являются обязательным требованием к электронному учебнику от Министерства образования, использовать можно. и закладки направить параграф. В закладке нажат на звездочку, он останется, и, например, ребенок может отправить в закладки то, что нужно подготовить дома в качестве задания. Ну, собственно говоря, здесь тоже возможности есть. Конечно, это увеличение, в принципе, я думаю, полезным для учеников, у которых хорошее зрение, но вот на этом про электронный учебник кратенько все. Собственно говоря, еще в приложении есть возможность получить доступ к электронным учебникам в тех школах, где покупка была осуществлена в прошлом году, которым выслали доступ к старому сайту управления кайпрос.ру. Там работа велась не с помощью кодов, а с помощью идентификатора и пароля. И вот в разделе о программе есть такой идентификатор и пароль, куда вводятся те самые стандартные. Не надо паниковать тем нашим коллегам, которые ранее купили электронные учебники, они также могут получить доступ, просто вот оставлена такая возможность и в обновленном новом приложении, повторю еще раз, раздела программе идентификатора и пароль. Вот. Собственно говоря, о приложении наверное все. И я думаю, что сказать еще мне бы хотелось несколько таких вещей. Во-первых, это техническая поддержка для наших пользователей, для наших непосредственно учителей, библиотекарей и так далее. Для всех этих пользователей приложения, пользователей сайта, есть возможность написать нам техническую поддержку, обратиться в случае, если возникают какие-то проблемы, какие-то ошибки. Я напишу сейчас в чате адрес электронной почты, на которой написать свои различные проблемы, ошибки, непонимания и так далее. Мы оперативно отвечаем на все обращения, ничего не пропускаем, бывают, к сожалению, технические проблемы, когда наше сообщение не доходит, но мы стараемся все-таки связываться со всеми. Вот я пару раз продублирую сейчас в чат адрес электронной почты технической поддержки. Напишу еще раз. Вот. И обращу внимание, что если у вас есть какие-то вопросы, обязательно напишите, мы постараемся вам помочь. И вот сейчас еще я постараюсь добавить инструкцию администратора, которому мы наверное даже и не получится. К сожалению, инструкцию администратора не удастся добавить, но тем не менее вы можете скачать инструкцию по пользованию приложениям и инструкцию дистрибьютора, потому что инструкция дистрибьютора очень похожа на инструкцию администратора. Там практически нет различий, мы целенаправленно сделали интерфейс интуитивно понятным, похожим и построенным на общих принципах, чтобы пользователям было удобно и интуитивно понятно работать с нашими электронными учебниками. Вижу, пишите, что не видно ссылку на техподдержку, я продублирую еще раз адрес электронной почты, куда можно писать, но также сообщу, что вы можете скачать опять же инструкцию, там тоже есть контакты нашей технической поддержки, там есть и телефон, электронная почта, раздел файлы, как вот действительно мне помогают зрители, листок с загнутым краем над видео с лектором. Вот, коллеги. Собственно, еще отдельно хотел бы сказать о том, что электронные учебники мы не просто скажем так продаем где-то, но и показываем, как их использовать можно. А использовать их можно по-разному, их можно на уроках использовать непосредственно учителю, можно использовать каждому ученику, можно использовать при работе с детьми с ОВЗ тоже, это может дать очень такие возможности хорошие. И в данном случае то, что можно использовать продемонстрировать это наш проект «Открытый урок с посвящением». Я сейчас также в чате размещу ссылку на этот проект, на его страничку на нашем сайте, где есть архивы всех уроков, где есть списание проходить в дальнейшем. Я всем рекомендую ознакомиться, особенно учителям, потому что можно найти для себя много полезного и только в работе с электронными учебниками. Ну и в целом различные приемы. Вот, например, у нас учителя стараются показывать даже какие-то разминки, физкультные нотки, и очень часто учителя-зрители пишут, что они взяли себе на заметку. Поэтому еще раз продублирую ссылку на страницу проекта «Открытый урок с посвящением». Если кто-то еще нас смотрит, то советую вам перейти и посмотреть, ознакомиться. Вот я хотел бы собственно попросить вас задавать вопросы, которые у вас возможно остались. Вопросы, которые не касаются Сриката, не касаются ваших фамилий в чате и так далее. Они у вас есть, я с удовольствием на них отвечу. Вот, по форуму книга от Светланы я увидел вопрос. Да, договор действительно у вас был подписан, мы об этом знаем, я, если не ошибаюсь, даже связывался с вами. Я надеюсь, что до конца недели наши коллеги смогут передать вам доступ к электронным учебникам. Я приношу извинения за задержку, но, как я уже говорил, у нас дорабатывается наш сайт прямо в режиме реального времени, поэтому некоторые проблемы возможны. Именно в случае с форум-книгой так и произошло, но сейчас уже все решено. Я думаю, что в ближайшее время получите доступ, сможете начать работу. Если еще какие-то вопросы будут поступать в чат, я буду стараться на них отвечать. А пока 30 на 30 ноутбук. В принципе, я думаю, что это достаточно оперативно у вас получится за один день уж точно. В личном кабинете надо будет создать 30 комплектов, раздать их ученикам, ученики все сделают самостоятельно, думаю, что это не составит труда. Кроме того, хотел бы сказать о том, что есть перспектива развития, в том числе в личном кабинете. Мы стараемся все дорабатывать, поэтому если кто-то начнет пользоваться в личном кабинете, пишите нам на ebook свои предложения, свои пожелания, мы постараемся их реализовать, если это будет возможно. В частности, вот 30 учеников, когда можно ли загрузить и фу только на одно устройство отвечен вопрос. Нет, можно загрузить на большее количество под одним аккаунтом, то есть вы приобретаете учебник и по тем же самым комплектов. А что касается 30 устройств, постараемся в ближайшее время реализовать возможность массового создания комплектов, то есть если те же сам сеть устройств, то вы нажмете на кнопку создать, там установите, что вам нужно 30 кодов и у вас они создадутся разом. Потом вам достаточно будет только распространить их ученикам. В общем, постараемся какие-то инструменты предоставить по опыту уже предыдущего использования и по опыту, который будет сейчас получать первые пользователи. И опять же советую писать нам на электронную почту, будем стараться. Что касается вебинара, то я еще хотел бы сказать о том, что мы постараемся запись вебинара разместить на YouTube-канале издательства «Просвещение». Ищите нас на YouTube «Просвещение», вводите и находите. Мы разместим в открытом доступе, я думаю, потому что как-то иначе сложно сделать, либо разместим по ссылке, чтобы вы смогли зайти на наш сайт prosv.ru, войти в раздел «Вебинары», найти там этот вебинар, который проходил 24 и проходит 24 ноября 2018 года, войдете в страничку и там будет ссылка на видео в YouTube. То есть, повторюсь, если хотите посмотреть записи или поделиться с коллегами, друзьями, семьей и так далее, то вы можете войти на наш сайт prosv.ru, где есть раздел «Вебинары» и там обязательно будет информация об этом вебинаре, в том числе и ссылка на его запись в YouTube. Вот. Уважаемые коллеги, я, в общем-то, особо вопросов не вижу, значит, наверное, нам написал не всегда там то, что мы хотели бы увидеть, честно говоря. Давайте попробую пройтись по вопросам. Вот электронное приложение к учебникам спрашивают, можно ли скачать. Можно скачать электронное приложение к учебникам на сайте prosv.ru в разделе «Каталог». Сайт просвещения, раздел «Каталог», там фамилию автора, название предмета, регистрируйтесь на сайте или авторизуйтесь, если уже регистрирулись и скачивайте бесплатно электронное приложение. Электронное приложение раньше выпускались на дисках, сейчас на дисках они не выпускают. Кто-то пытается вам продать диск с электронным приложением, то не стоит покупать у него, а стоит войти на наш сайт и скачать его абсолютно бесплатно. Можно ли на короткое время получить бесплатную демостровую версию учебника? Демо-версии вам достаточны, если то то я даже не знаю, как вам помочь. Такой практикой мы не занимаемся. Либо приобретаете, либо скачиваете демо, чтобы познакомиться с интерфейсом. Вот так. Вот. Учебники появились в декабре представители издательства сказали, что их учебники купить пока нельзя. Ну вот пока нельзя было в 2017 году, а в 2018 году покупать можно, можно покупать их в премии. вот вопрос покупки юридических лиц, он немножко более сложный. Я, честно говоря, не могу сказать, можно ли купить учебники в издательстве просвещения, именно если вы юридическое лицо. Но можно купить у Бинома. Топорку точно можно купить, у нас, не знаю, но в приложении как СО вы купить можете точно. Учебники для индивидуального доступа можно купить? Конечно, можно. Скачиваете приложение учебники просвещения, заходите в раздел витрины и покупаете учебник, эти карты онлайн, если такой вариант не подходит, заходите в наш магазин, там есть некоторые другие варианты оплаты. Ну вот не знаю, где оплатить наложки шоу, честно говоря, я не уверен, но как точно сможете. Бесплатно попробовать учебники это версия, но не полные варианты. Идет видео только с ведущим. Ну сейчас, да, сейчас мы демонстрацию экрана уже закончили. Как получать PIN-код для доступа в разделы администрирования? Это необходимо сделать следующим образом. У наших партнеров либо напрямую издательство покупает школа электронные учебники в ответ на покупку, на оплату, на заявку. Приходит письмо с этим кодом. Собственно, чтобы более подробную информацию получить о покупке, зайдите также в раздел электронной учебники на сайте просов.ру. Там есть раздел «Как купить» и собственно там вы сможете найти более подробную информацию со ссылками конкретными. «Можно ли подключать учебник к электронной доске?» Ну, электронный учебник к доске какая доска, что такое доска, просто очень размытое определение, но это можно сделать, можно сделать разными способами. Если у вас ноутбук, вы подключаете его через проектор или через какие-то другие возможности и выводите в качестве электронной доски, то да, можно подключить, установив приложение на ноутбук и выведя это изображение на экран. Вот. Вот много спрашивают, да, как получить код, как получить код. Чтобы получить код, нужно приобрести электронные учебники у издательства или у наших партнеров. Поэтому, если вы работаете или если вы являетесь сотрудником школы, то выходите на издательство, входите в раздел электронный учебник на сайте pros.ru, дальше на страничку «Как купить» и там вы получите информацию как кому написать, что написать, чтобы приобрести. Я все-таки вижу, что этот вопрос повторяется несколько раз, поэтому я пришлю в чат сна раздел «Как купить». «Как купить» электронные учебники я сейчас продублирую несколько раз. Это для тех, кто хочет от школ, скажем так, получить доступ. Перейдите в чат все, кто хотел бы приобрести электронные учебники как юридическое лицо, как физическое. Я думаю, что здесь понятно, что это наше приложение, либо наши партнеры, тоже кому-то может быть удобнее работать с партнерами. Мы, безусловно, не против этого. Вот писали «Школа цифрового века», проект «1 сентября», можно покупать «1 сентября», компания «Альком», «Знатьский дом «Комсомольская правда», наши официальные партнеры, у них можно покупать. Никаких проблем не будет, тот же доступ, тот же самый учебник, все будет прекрасно. Вот, коллеги, я, в принципе, думаю, что мы постарались ответить на все ваши вопросы. Если они еще есть, то у вас есть буквально несколько минут, чтобы задать их. ИФУ по наполняемости уступает электронному приложению. ИФУ будет действительно развиваться, совершенствоваться. Это однозначно. Просто надо понимать, что сейчас это, скажем так, первая волна использования ИФУ, но я думаю, что я не буду лукавить, если скажу, что приложение развивается электронное, учебники просвещения, развиваются наши сайты, развивается наш сайт. Дело за контентом, который так будет развиваться. Вот. Что касается того, на чем бы я хотел последнего остановиться, это наша техническая поддержка ebooks.sobakapross.ru. Еще раз повторю ссылочку в чате. Пишите нам по всем вопросам, скачивайте приложение учебники просвещения, ссылки на эту информацию есть в инструкции, которые есть в разделе файлы. Мы будем вам рады за вашу обратную связь, благодарны вам за вашу обратную связь. Приобретайте в приложении учебник, скачивайте именно в приложении, а не как PDF, то есть без приложения его использовать нельзя. Ищите нас на нашем сайте в разделе вебинары, запись мы обязательно разместим. Сертификат, если кто-то вдруг присоединился, только что доступен в разделе файлы. Я благодарю вас, коллеги, за внимание, большое вам спасибо и я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok